Всем добрый день! Сегодня мы будем готовить маринованные помидоры на зиму. На мой взгляд, это самый простой, самый доступный и самый вкусный рецепт маринованных помидорчиков на зиму. Итак, нам понадобятся помидоры из зелени. Я буду использовать свежий укроп, петрушку, зонтики укропа, немножко тимьяна я добавляю, корень хрена, чеснок, обычный черный перец горошком, душистый перец и несколько листиков лаврушки. Количество всех ингредиентов только на ваш вкус. Я вам покажу, сколько чего я беру на одну трехлитровую банку. Количество помидоров на одну трехлитровую банку тоже может уйти по-разному. У меня это может быть полтора килограмма, а у вас может быть уйдет два килограмма, потому что разные по размеру помидоры бывают. Здесь, в этом рецепте, главное соблюсти пропорции маринада. Рецепт маринада, конечно же, я тоже вам покажу, сколько чего я беру на одну трехлитровую банку. И рецепт в описании под видео будет указан на одну банку, на три литра. Проще всего вот так вот расставить банки на столе, сколько вы хотите себе сделать, и закидывать в них всего вот по чуть-чуть. В каждую банку я кладу по три горошины черного перца и по три горошины душистого перца. Затем в каждую банку два-три зубчика чеснока. Если чеснок мелкий, можно и побольше положить. Теперь листики лаврушки и феточки теперь зелени. Я добавляю и свежий вот такой вот укроп, зелень и зонтики укропа. Так помидоры получаются ароматнее и вкуснее. Немножко петрушки в каждую банку. Лично я много петрушки не люблю, поэтому добавляю совсем вот чуть-чуть. Теперь идет тимьян. Вот тимьян я очень люблю, как он играет с помидорами, его вкус, аромат. Это просто шикарно. Добавляйте его не жалеючи. Также добавляем зонтики укропа. Помимо этого всего, что я вам показываю, можно еще добавлять листья хрена. Не только корень хрена, но и листья. Затем можно добавлять листья вишни, листья винограда, смородины. Это все придает определенный вкус помидорам. Можно также еще добавлять базилики, розмарин. Это вообще будет просто шикарный рецепт консервации. В общем, попробуйте, поэкспериментируйте. Здесь вот в этом рецепте экспериментировать можно очень-очень долго. Вот главное, я же говорю, что главное соблюсти пропорции с маринадом. А с вот этими вот ароматическими добавками можно играть очень долго. Так, и не забываем про хрен. Я его нарезала кусочками, мне так удобней. Хрена я люблю, чтобы было побольше. Я обожаю его аромат. Можно хрен и даже не резать, можно положить такими длинными полосками. В общем, делайте, как вам больше нравится. И теперь закладываем помидоры в банку. Но прежде чем отправлять помидоры в банку, их нужно, вот каждый помидор нужно проколоть вот так вот зубочисткой. Или какой-то деревянной палочкой. Так помидорчики получаются вкуснее, и они быстрее и лучше маринуются. Так, помидоры у меня уже забиты в банку. Осталось только приготовить маринад. Для того, чтобы знать, сколько маринада нам нужно, нам надо в одну из банок залить обычную воду. Холодную, теплую, в общем, можно даже не кипяченую. Теперь берем вот такую вот крышку с дырками она. Если у вас такой крышки нет, можете взять обычную капроновую крышку и сделать в ней дырочки. И эффект будет тот же. Накрываем банку и сливаем воду в какую-нибудь мисочку. Нам нужно измерить количество этой воды. Уже зная количество воды на одну трехлитровую банку, отмеряем нужное количество воды на все банки. Я количество маринада разделила на две кастрюли, потому что в одну он не влазит. Добавляем соль и сахар и доводим маринад до кипения. В закипевший маринад нужно добавить 20 мл яблочного уксуса на одну банку. Так как банки у меня четыре, то я добавляю 80 мл яблочного уксуса. Размешиваем и заливаем горячим маринадом наши помидоры. Теперь накрываем банки крышками и оставляем на столе минут на 15-20. Потому что сейчас они очень горячие, вы просто не возьмете их в руки. После чего будем их стерилизовать. Теперь берем какую-нибудь высокую кастрюлю, на дно ложим тряпочку или какой-нибудь полотенце, в общем кусочек ткани. Наливаем немножко теплой воды и ставим сюда аккуратно банку. Доливаем еще теплой воды, столько, чтобы вода доходила примерно до половины трехлитровой банки. Можно даже чуть-чуть повыше, чтобы была водичка. Ну вот столько, сколько позволяет ваша кастрюля. Теперь ставим все это на огонь и ждем, чтобы вода закипела. После того, как здесь вот в кастрюльке закипела вода, нужно оставить вот так вот кипеть, стерилизоваться помидоры на 15 минут. И теперь про стерилизованную баночку мы закатываем, а тем временем стерилизуем следующую баночку. Сверху закатку хорошо прижимаем и закрываем. Теперь закатанную баночку мы ставим где-нибудь на кухне вверх ногами и оставляем так до полного остывания, примерно на сутки. Будет очень классно, если вы банку укутаете сверху одеялом или каким-нибудь теплым пледом. После того, как банки полностью остынут, уже завтра можно убирать их куда-нибудь в темное прохладное место. Я храню обычно в кладовке в квартире, там темно, но не слишком прохладно, и все обычно хорошо хранится. Если крышка вздувается, это значит, что вы либо плохо прогрели, простерилизовали, либо где-то попался порченный помидор, и значит, там все-таки происходит какое-то размножение бактерий. Но помидоры вздуваются крайне редко, особенно если вы сохранили все пропорции уксуса, сахара в маринаде, и в самих помидорах еще много кислоты. Поэтому они, в принципе, хранятся всегда нормально. Спасибо вам за просмотр. Я надеюсь, вам пригодится этот рецепт. И до новых встреч!